И вот я выхожу с обыкновенного подъезда четырехэтажного дома в Ленинском районе. И мы сегодня говорим о ЖРУ номер один. Ну, чтобы вы поняли, да? Потому что выборы были, и накат был очень нехороший на мое непосредственное управление, в котором мой дом тоже прописан. Сейчас объясню. Что касаемо дома. Вот я нахожусь в пределах этого дома, то есть ЖРУ отвечает вам за безопасность внутриквартирного подъезда и немножко снаружи. Метр от дороги, вот буквально, от мосточка и метр. Все, больше ничего за это дело она не отвечает. Все, конечно, говорят, а почему эта самая ЖРУ не отвечает за асфальт? Так вот, ЖРУ может зимой вам его посыпать. Лучший вариант, как это делает ЖРУ номер один, это оно, посмотрите, какие дороги-то у нас в городе, да? Они шикарные просто, потому что они экономят. Теперь замечательный другой вопрос. Подойдем вот сюда немножечко. Вот видите вот эти детские площадки, да? Детские площадки, да? Нормальная тема? Так вот, эти самые детские площадки, это тоже не ЖРУ. ЖРУ, это муниципалитет. Нормально? То есть, ребят, вы не наезжайте, пожалуйста, на ЖРУ. Вот, кроме всего прочего, все говорят, почему ЖРУ не топит. Еще раз объясняю, а это уже сказал мэр. В смысле, начальник управления городской администрации. И вот он буквально, все это дело было вчера. Я посмотрел. ТВИН сделал сюжет, хороший сюжет, мне очень понравился. Так вот, он сказал, что за отопление отвечает только треск теплофикации. Это ни к ЖРУ никакого отношения не имеет. Поэтому, ребят, прежде чем о чем-то говорить, надо подумать. И прежде всего вашей головой. А теперь мы посмотрим, как наше ЖРУ работает. К слову, о том, чем ЖРУ занимается. Ну, чтобы стало понятно. Так вот, вы посмотрите на свой дом и задайте один вопрос. На что я трачу деньги? А я вам задам вопрос следующий. Вы покупаете дом. И если вы не вкладываете деньги в ремонт, что из дома получится? Ничего хорошего не выйдет. То же самое и ваша квартира. Поверьте, такова жизнь. Если не работать на благо, ничего нормального не получится. Мы занимаемся обслуживанием, управлением общего имущества на квартирных домах. То есть это все то, что находится непосредственно в доме. Это крыша, это стены, несущие или не несущие. Это инженерные сети, то есть водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электрические сети. Вот их обслуживание, их текущий ремонт, это обязанность как раз таки управляющей компании. Подготовка жилья к зиме, к весенне-летнему сезону. Уборка мест общего пользования, то есть это уборка подъездов. Это обязанности управляющей компании. Все остальное, все, что находится за территорией, которая у нас обозначена отмосткой, то есть это метр от стены здания, у нас эта территория закреплена кадастром. Это все остальное к нам не имеет никакого отношения. И поэтому, когда многие собственники или жители наших микрорайонов обращаются к нам то ли по ремонту внутриквартальных проездов, то ли по обрезке деревьев, то ли по установке детской площадки, то ли по ограждению тому или иному, которое необходимо им выполнить и сделать, то надо иметь в виду, что это не обязанности управляющей компании. Все это относится к муниципалитету, потому что внутриквартальные дороги – это территория муниципалитета. Внутриквартальные территории, на которых находятся детские площадки, и сами детские площадки, они относятся к муниципалитету. Спортивные сооружения, они тоже относятся к муниципалитету. И надо сказать, что буквально года два или три это было осознанно органами местного самоправления. И в настоящее время уже детские площадки, они все находятся на балансе администрации города. Вот так-то. Хорошая тема. Вы живете, но для вас работают. Теперь кто и как? Это очень хорошо, что я живу в Ленинском районе. Я выхожу на улицу и вижу прибранный двор. Я даже летом как-то посмотрел, и было-то радостно. А почему такое? Да потому что ЖРО номер один является лидером Магнитогорска. И, к слову, о пяти тысячах ЖРУ России. Наш-то на сорок восьмом месте. Но и естественный результат. Я посмотрел на сайт. Это круто. Я посмотрел свой дом и понял, что за время создания ООО ЖРУ все сведется с точностью до копейки. К слову, об экономии. Но нету желания в ЖРУ номер один просиживать места. Надо? Привлекут на конкурсной основе. А деньги сэкономленные потратят куда? Понятно, что мы проживаем в этом городе. И нам хотелось, чтобы этот город был более благоустроенным, более привлекательным для наших горожан. Так, например, буквально где-то в августе этого года мы провели за счет прибыли предприятия асфальтирование внутриквартальных проездов в девятом квартале. Это вот, как бы сказать. Мы определили тоже места доступа для инвалидов. Это сейчас вот такая тема, которая действительно выстроенная, доступная среда. Мы сделали пандусы для тех инвалидов, которые к нам обращались, и мы как-то это помогли. Мы, соответственно, производим сами посадку деревьев. И вот в одиннадцатом квартале мы высадили там липы, липовая аллея. Мы посадили абрикосы в польском городке так называемом. То есть, естественно, если это имеется прибыль предприятия, это не значит, что она там делится между учредителями. Эта прибыль в основном, в подавляющем большинстве, идет на обустройство тех же самых домов и тех же самых внутриквартальных территорий. Ну, вот последний момент. Мы с прошлого года начали создавать ледяной городок на тринадцатом квартале. Это елка. Это действительно то же самое, как на проспекте Металлургов. Ледяные фигуры. Это иллюминация. Мы там производим открытие. И вот 29 или 28 декабря у нас намечено открытие этой елки, на которую мы вас приглашаем. Вы можете посмотреть. В общем-то, и увидеть результаты нашего, так сказать, труда. Более того, что я хочу сказать, что есть такой рейтинг по России предприятий по открытости информации. Так вот, в этом рейтинге мы занимаем четвертое место по области. И из более 50 тысяч организаций, управляющих в стране, которые существуют, мы заняли 48 место. То есть, людям информация вся доступна. Они могут прийти к нам и посмотреть, сколько денег у них на доме, сколько они получили на свой лицевой счет этих денег, сколько было потрачено и сколько осталось. Это они могут также ознакомиться на сайте. Кстати, он у нас тоже признан одним из лучших по Челябинской области. Поэтому милости просим. Вот таких людей надо было бы во власть выбирать. Они знают, как работать, они понимают правила. Экономия – это грамотная трата денег. А сэкономленные средства пускаются на город. А в городе пока еще есть, что строить. И по сути, ЖРУ номер один помогает вам. Оно делает для вас. Причем делает больше, чем кто-то. Уважаемые жители города Магитогорска. И особенно те родные собственники, те, которые проживают в жилфонде, обслуживающей нашей организации. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом, с Рождеством. Желаю, чтобы все то, что вы себе наметили, у вас все сбылось в новом году. Удачи вам. Счастья. И, конечно, очень хорошо, что ЖРУ номер один умеет зарабатывать деньги. Каким образом это делать? Сейчас объясню. Во-первых, оно не содержит то количество, которое в других местах работает. То есть, есть определенные подряды. Так вот, эти подряды вам позволяют посмотреть, как у нас все в городе, в Ленинском районе все очень хорошо. То есть, просто шикарно. Я даже не знаю, о чем говорить. Естественно, у нас сэкономленные деньги, оно вам тоже позволяет. Вот что оно позволило. Здесь, на квартале номер 13, здесь поставлена нормальная настоящая елка. За моей спиной, видите, каток. По сути, каток это тоже не деятельность ЖРУ. Но здесь оно сделало, и все это для вас. Теперь пойдем посмотрим сюда. Вот замечательный год 2016. Скоро все это дело откроется. Вот та самая елка. Вот еще. Вообще, как бы нормально, да? То есть, все это ЖРУ номер один сделало для вас. Понятно? Какая-то штука хорошая. И этой штукой хорошей я пользуюсь. Я житель Ленинского района города Магнитогорска.